вообще наличие проституции она доказывает тот мой постулат о котором я говорил ранее о том знаете у меня есть такая лекция которая называется баба бревно и в той лекции я разъясняю о том что женская сексуальность является совершенно не такой как мужская сексуальность так вот наличие проституции в этом мире это лишь подтверждающий факт от моих тезисов которые я изложил в той лекции дефицит рождает спрос и соответственно дефицит рождает предложение и это работает именно так то есть мужчины хотят получать доступ к женской вагине и они хотят использовать женщину в своих сексуальных фантазиях поскольку убеждены что женщина в этой истории она имеет роль такого знаете равносильного партнера по сексуальному темпераменту то есть женщина также хочет секса как и мужчина и вот эта убежденность что женщина равна также хочет секса как и мужчина толкает мужчину на то чтобы дать простимулировать ее рублем и получить доступ к ее вагине значит сами понимаете насколько это является ошибочным представлением мужчины о женской сути то есть существует ну по факту мы имеем существует некий дефицит вагин в этом мире которые хотели бы встречаться с мужчинами и заниматься с ними сексом и есть те вагины которые могут предложить мужчине то что они как бы хотят то есть представьте себе ситуацию была бы такая история что женщины хотели бы равно также секса как и мужчины ну например ты посмотрел на женщину да она такая прикольная красивый взгляд красивая талия красивые сисечки красивые волосы шея там ну какой-то знаете образ такой раз увидел и она на тебя так смотрит и ты тоже красивым кажешься и след за этим у тебя рождается желание ну заняться с ней сексом и она тоже так да я тоже хочу заняться сексом и знаете вы заходите вот в метро каждый день и и встречаетесь с женщинами взглядом и просто подходите к женщине и говорите ей ну что как дела она говорит нормально а ты говоришь ну что ты мне нравишься как насчет секса она говорит конечно же я за когда когда и где а ты говоришь да вот сейчас можем забежать ко мне домой я наследник на следующей станции выхожу и там недалеко две минуты от метро она говорит да конечно и вы с ней идете и она приходит к вам в дом и говорит давай снимай быстрее штаны я ужасно хочу чтобы ты меня поскорее трахнул а ты говоришь ну как же может быть чаю да нет нафиг этот чай давай вот и и понимаете такое происходит каждый день то есть мужчины сталкиваются женщинами и женщины с мужчинами и у них происходит вот такой знаете постоянно друг другу как магнит от притяжения до каждый просто хочет заняться сексом какие там деньги очках а каких деньгах речь все понимают что это просто прекрасный способ проведение времени совместного открытие какого-то нового знакомства и вы знаете такую месяц ездите по метро и вы уже пол города перезнакомились женщинами все-таки все люди братья все друг друга знают уже все-таки половые партнеры друг друга изведали и так далее то есть происходит такая ротация мужчин и женщин и женщины воспринимают секс как совершенно нормальные процессы и вообще никто ничего не скажет вам против но этой ситуации нет и не будет потому что женская сексуальность другая чтобы вам понять что такое женская сексуальность представьте себе вот кошку кошка она трахаться не хочет постоянно с котами у нее бывает период загула так называемый вот по моему раз в году если кто кошек заводит они могут точно подсказать раз или два в году но по моему разгаду вот когда она сама начинает крутить своей заднице перед котами типа давай пора меня приходить и она тогда может там знаете если она уходит на улицу насколько я знаю но там может месяц со всеми котами там шмонаться потом возвращается назад уже беременная и рожает детенышей вот то есть у женщины примерно то же самое то есть она любит заниматься сексом только в одном случае когда это имеет какое-то обоснование для ее сознания то есть когда а часто бывает это осознанно ли неосознанно то есть когда она либо хочет от найти конкретного мужика включает демо режим все она настроилась в виде цель она хочет с этим мужиком именно переспать второй вариант это когда она не воспринимает это на уровне сознания действует подсознательно интуитивно то есть она просто чувствует себя одиноко ей нужен какой-то новый мужчина и старый ее не устраивает или у нее просто нет какого-то мужика и она типа вот под этой маркой одиночество начинает искать реально сексуального партнера для того чтобы удовлетворить свои так сказать дальнейшие планы то есть это не сексуальная а непосредственно жить с партнером рождать детей тогда то есть вот вот эту программу еще интересный феномен который подтверждает это является например отношение женщин к дрочке то есть все знают мужчины что даже находясь в отношении с бабой что кстати подтверждает опять-таки бабею а сексуальность то есть рано или поздно живя с бабой ты понимаешь что она уже не то то есть она уже не удовлетворяет тебя так как в самые первые разы ей это не интересно она как будто тебя попробовала да она знает каков ты и не нет такого постоянного желания чтобы там так сказать каждый день задорно сосать твой член и просит там с утра просыпаешься ну дай-ка мне пососать члена нет или там ставь мне да там типа вот очень хочется это бывает только вот на начальной стадии потом уже она ходит она и уже ничего не устраивает она просто видит что мужчина хочет постоянно но она ему так знаете пассивно дает под подмахивает так сказать расставить ноги же это несложно и полежать там на спине по ухать пахать все свалился там пошла помылась пошла дальше жарить чуть готовить вот то есть в ее жизни что называется ничего не не смылилось не убыла да вот и когда парень живет с бабой вот с чего я начал то есть он часто приходит к той самой дрочки к тому самому одинокому сидению перед компом и наяриванию и когда баба об этом узнает или например если ты бабу спросишь а дрочишь ли ты то баба ответить примерно следующее если она находится в каких-то там отношениях с мужчиной то надо зачем это у меня есть мужчина я это не делаю или если мужчина это делает она горит а тебе что меня женщины мало что ли да тебя женщины что ли нет то есть понимаете мужская сексуальность она не останавливается вот на просто на какой-то там бабе и не довольствуется эпизодическими прессовываниями то есть зачастую мужская сексуальность она очень активна вот и о чем хочу сказать конечно же есть варианты управления мужской сексуальностью как подавление там ее как некоторые вот парни практикуют там воздержание и так далее но это отдельная тема мы сейчас говорим о типичном поведении мужчины сексуальном то есть типичный мужчина он сексуально активен и ради этой сексуальной активности мужчина прилагает определенные усилия в то же время мы с вами понимаем что баба относится к сексу как я уже сказал совершенно спокойно то есть она его воспринимает как вариант такое ну есть и есть нет и нет вот и сейчас мы с вами перейдем непосредственно к проституции то есть к нашей основной теме перед этим я хотела бы вам показать вот этот ролик который покажет вам шмару и с ее тарифным планом сколько она хочет за свои удивительные услуги итак смотрим а у вас здравствуйте у вас лет есть какая-то ставка внутри вот ниже какой цены в неделю вам не интересно общаться вообще с мужчину не ниже 25 долларов тысяч долларов 25 тысяч долларов неделю не ниже к откуда столько ну изначально разбаловали скажем так и тип вот разбаловали ее и она теперь уже не может иначе то есть поведение мужчин которые требовали секса привело эту бабу к такой цифре 25 тысяч долларов неделю вот вообще в здравом уме вы представьте такую ситуацию чтобы мужчина пришел на какую-то программу и сказал примерно следующее что я готов с ним встречаться с женщиной но женщина должна быть достойна для меня она должна зарабатывать чтобы завладеть мной мной прекрасным моим прекрасным тельцем моей харизмой моим умом ну как минимум 25 тысяч долларов неделю но понимаете что такое не бывает а понимаете почему не бывает а именно потому о чем я вам начал говорить в начале потому что мужская сексуальность не дефицитная в этом мире дефицитная только женская сексуальность а почему она дефицитная да потому что ее нету как таковой то есть мужчины гоняются за фантазией за сказкой и конечно это было и раньше в древние времена тоже было когда мужчина пытался найти там какую-то женщину которая могла бы его удовлетворить и это было бы не его жена но в те времена это было качественно скажем так ничтожно в количестве по сравнению с нынешним временем когда мужчину с детства настраивают на писечку бабью и когда мужчина видит что женщина вот но когда он смотрит порнографию то что он видит он видит что женщина прям вот хочет до секса за сексом заниматься более того она там часами может прыгать на члене и в его юношеской голове происходит ложное построение женщины то есть от алинизм о котором мы говорили он базируется в том числе и вот на этом ложном представления женщины в сексуальном отношении он убежден что женщина может ему предоставить все те ресурсы на которые он рассчитывает вот эти фантазии да что он считает что есть я просто должен найти такую шлюху те шлюхи которых я снимал они были ну не ах ну бывает иногда такие знаете ли энергичные или какие-то очень которые меня впечатлили то есть мужчина он ищет вот ту актрису сексуальную актрису которая соответствовала бы его идеальной фантазии и вот цифру которая озвучила вот эта шмара обычная шмара она ничем не отличается и 25 тысяч долларов это ну где-то там полтора миллиона допустим ну примерно в рублей по нынешнему курсу и и сколько зарабатывает обычная шмара давайте посчитаем у нас которая пытается зарабатывать вот 5000 в месяц их зарплата да умножаем это на 8 часов это средний рабочий день 40 тысяч и умножаем на 21 это рабочий день в месяце 840 тысяч рублей ну то есть в половину меньше зарабатывает обычная шлюха и конечно же заработок бывает нестабильный непостоянный плюс-минус и так далее там надо отстегивать всем кто это организовал этот весь бизнес то есть конечно же доходы у нее маленький но это баба сказала важную вещь что почему у нее появились такие цифры потому что были мужчины которые готовы были ей которую избаловали да как она сказала которые готовы были и платить и вот понимаете стоимость проститутки базовая стоимость проститутки час ее работы надо понимать что эта величина является константой и это величина является эквивалентом вот этому бабе ему вздору который вы видите в нашей жизни то есть когда вы встречаете бабу завышенной самооценкой когда вы встречаете бабу просто поехавший вот как в этом эпизоде которая ищет какого-то богатого мужика и в принципе как она говорит бы его она находит то цифра откуда она формирует вот это свою вот эту шизу в башке она происходит из базовой стоимости проститутки потому что любая баба воспринимает отношения с мужчиной как знаете есть такой принцип о котором бабы говорят это называется попользовался мною вот на экране я вам сейчас покажу вот он пользовался мной на самом деле ему нужен был и так далее он пользовался всегда врал мне думала что любит он пользовался но я его любила он пользовался и даже после этого удобная женщина практически форма настоящей любви если мужчина тобой пользуется если мужчина не любит а пользу советы психолога как понять что мужчина к тебе равнодушен он просто пользовался мной все и вот значит вы видите в конце значит поиск который находит по ключевому запросу пользовался мной ему просто удобно со мной удобно или любит как перестать быть удобной для мужчины мужчины мной только пользуются удобная женщина это удобные отношения и так далее то есть понимаете мораль какова женщина любая современная баба она воспринимает отношения с мужчиной вот когда она дает свою священную вагину вам в пользование у нее в башке включается тарифный счетчик как у таксиста и она прекрасно знает стоимость средней шлюхи в городе где вы живете тысячи рублей если это регионы там полторы две пять тысяч шесть тысяч элитные какие-нибудь там как они себя называют вип шлюхи они стоят там может быть 15-20 тысяч я не знаю вот и баба сразу же тарифицирует вас и ваши отношения и и когда вы наивный дурачок считаете что вы взаимодействуете просто с обычной девушкой вы познакомились и вы с ней просто общаетесь ну занимайтесь сексом и вы считаете что вы получаете удовольствие ей дарите удовольствие и всем хорошо то в этот момент ее мозг работает иначе она как знаете как банк дает вам кредит авансом в этот момент вы получаете кредит ее вагины вы пользуетесь ею и я вам хочу сказать что любая любая баба современная оценивает себя именно так без учета вот этого факта если вы не будете понимать этого вы будете наивным болваном которые верят в то что женщина бескорыстно дарит вам себя за любыми отношениями же женщина стоит за женщиной стоит вот этот вот счетчик который она устраивает сразу же и вопрос времени заключается в следующем что отношения должны вот эти которые она дает да вам секс писью свою раз уж она дает вам свою писью то хочет поиметь она взаимно каких-то ништяков и это называют они словом ухаживание то есть мужчина они говорят умел ухаживать то есть умел за мою писью дарить мне хорошую красивую обувь покупать с ним одежду водить меня в дорогие рестораны подарил мне автомобиль подарил мне квартиру это как вариант знаете must have на английском то есть этот вариант типа должно быть по определению то есть вот эти вложения а вариант расширенный то есть тот который у нее у каждой из них в голове он заключается вы и сами без меня знаете это но посадить мужика на замужество вот и на брак ради детей то есть получить то есть узаконить как бы отношения как они это говорят они же не могут сказать что я хочу просто я дала мужчине своей вагиной попользоваться и теперь я хочу завладеть его ресурсами я хочу например принять чтобы все что было у него принадлежала мне материально да то есть она это не может сказать и она поэтому вам скажет следующее что я хочу просто чтобы было все узаконено вот такая моя мораль должно быть все по закону вот будешь по закону распишешься и писю будешь получать будешь писей пользоваться уже на законных основаниях пока что ты пользуешься извини браток на незаконных основаниях то есть То есть вот этот торг, понимаете, с вами торгуется некий какой-то чурбан с рынка. Понимаете это? Этот чурбан накручивает свою цену. И у каждого чурбана свой ценник. Один говорит, значит, 5000 в час, другой говорит 25000 в неделю. Каждый выкатывает свою тарифную сетку. И теперь непосредственно о самом важном. Об отношении мужчины вот к этому дерьму. Вот к проституции. Потому что среди мужчин, вот мужского движения, да, я заметил, что многие мужчины не понимают, что недопустимо пользоваться шлюхами. Они просто не понимают, почему нельзя пользоваться шлюхами. То есть я допускаю, конечно, ситуацию единственную, когда мужчина может пользоваться шлюхой, это если он инвалид. Если он инвалид, и ему очень хочется, ну, какого-то, знаете, такого вот сексуального общения, то тогда, в принципе, учитывая вот эту немощь, я понимаю просто этого мужчину. Ну и то, как бы, куда выше, если он ей не пользуется. Вот. Но в остальных случаях ни один нормальный мужчина не должен финансировать шлюху. Вы понимаете, что вот 840 тысяч, это мы просто так вот насчитали, а в масштабах мира. То есть мы имеем гигантское количество шлюх, которые каждый день, каждый час финансируют мужчины ради того, чтобы получить доступ к писечке. Этим самым эти олени, которые финансируют шлюх, они создают вот ту самую сверхценность вагины в этом мире. Потому что что будет, если мужчины не будут снимать шлюх, но не пользуются бабы спросами? Что будет? Как и на рынке, этот товар выходит из популярности, акция, скидка 50% в начале, потом 70%, потом вообще продают просто за копейку, а потом вообще его перестали привозить в ваш магазин, потому что его никто не покупает. А за этим самое главное, что стоит, что бабы другие уже не могут привязываться к этому эталону, к этому константу, к этому норма часу, да, шлюха норма час. Они уже не могут присовокуплять свою вагину к этим цифрам, и в ваши отношения, в ваше общение с ними не вводят вот этого дерьма. То есть, конечно же, конечно же, это все не гарантирует, это все как бы не о том, что само по себе общение с женщиной является опасным в современном мире. Сексуальное общение, да и обычное общение, вот, то есть оно является опасным. Но, рассматривая в рамках, вот, конкретно в рамках этого абсурда, да, творящегося, вот, мужчина, на мой взгляд, он не должен создавать, провоцировать, что ли, или создавать условия для взращивания еще большей гиперценности бабьи манды, бабы жопы или бабьи во рта. И поэтому каждый раз, когда ты приходишь и платишь ей, то ты не доминируешь над нею, когда говоришь, давай, вставай там на колени и соси там и так далее. Ты просто не понимаешь, что бабе это не надо, она это делает как, ну, я не знаю, то есть, вот, если тебя заставить массажировать какого-нибудь там старуху какую-нибудь массажировать, да, будешь ли ты испытывать от этого удовольствия, то бабы примерно то же самое. Но если тебе будут платить за то, что ты будешь массировать старуху в час пять тысяч рублей, то ты, в принципе, ну, помассажируешь ее обрюзшее тельце. Вот баба примерно так же воспринимает любого оленя, который приходит и пытается там ей втыкать и заглядывает в ее ясные очи, и еще тупо верит, что, ах, ты такая единственная, красивая, разговаривает, там какие-то темы с ней подымает. Она потом уходит, садится через час на другой хер и разговаривает со вторым таким оленем. И таких оленей у нее в месяц, вы представляете сколько? Такая крусель. То есть, я даже не беру во внимание, вот, само то ощущение должно быть брезгливости, наверное, да, к тому, что ты даешь свой член какой-то шмарик, который отсосал у всего города. То есть, чисто вот в плане, там, инфекции каких-то, да, в плане какой-то брезгливости. Мне этот вопрос просто задавали парни, и я как-то даже не понимал, как ответить, потому что как вообще в здравом уме может прийти в голову мысль тратить рубль своих денег на шлюху? Если шмара говорит тебе, подари мне цветы, подари мне шоколадку, пригласи меня в кафе, то что это значит? Это значит, она вешает ценник. Ты либо прогибаешься под этот ценник, либо ты выставляешь свои условия. Нет, в кафе не пойдем, цветов не будет, есть вариант прогуляться по городу. Как насчет такого, а? Вот в моей жизненной истории я всегда ограничивался покупкой каких-нибудь пряников и пакетик чая. Ну, поскольку я чай с кофеином не пью, то чай с ромашкой, чай там с липой какой-нибудь, вот на моих условиях, иван, чай какой-нибудь, и все. Вот, что я могу предложить тебе, баба, когда я привел тебя к себе домой. Могу тебя попить с тобой чаю, и если ты захочешь, оттрахать тебя. А если не захочешь, дверь там. Дорогу найдешь сама. Вот так надо разговаривать с ними. Ни о каких, блин, деньгах вообще не должно быть ни копейки. Если ты вложил хоть копейку в бабу, то ты понимаешь, что ты делаешь? Ты раздуваешь бабе чувство собственного величия. Ты создаешь в этом мире культ вагины. А потом не удивляйся, почему они такие меркантильные. Потому что именно такие, как ты, создали вот этот фундамент. Потому что бабы говорят, я знаю себе цену. Вот. Поэтому вот это связанные вещи. Нельзя их отбрасывать. Никакой проституции, никаких использований шлюх у мужчины быть не должно никогда. Единственный вариант это инвалидность. Все. Других вариантов не может быть. Лучше быть одному, чем за баблой с какой-то бабой. Это она тебе должна еще заплатить денег. За то, что она сподобилась твоего благородного хера. За то, что она сподобилась твоего внимания. Вот так надо выстраивать модель поведения. Об этом уж, так сказать, уровне я просто не говорю. Потому что, ну, вам хотя бы дойти до того уровня, чтобы понять, что отбашлять шлюхи, это равно измазаться в дерьме. Это платить за дерьмо, понимаете. Умный ли человек, который видит кучу дерьма и говорит, да я заплачу сейчас за нее 5000 рублей. Ну и как? На хер шлюх. Их никогда жизни быть не должно. Если приспичило присунуть бабе, то ты должен уметь выстраивать с бабами нормальное общение на твоих правилах. И никак иначе. И как только начинаются какие-то загоны про деньги, как я уже повторяюсь, ты просто показываешь ей на дверь. И все. Надо иметь вот как раз таки в этом вопросе элементарное собственное достоинство. Надеюсь, все четко и понятно по теме проституции.